Телевизоры, холодильники, утюги и другая бытовая техника, макулатура, стекло, автомобильные шины. Ежедневно в пункте приема вторсырья и переработки крупногабаритных отходов Брестского мусороперерабатывающего завода принимают до 100 килограмм бытовой техники, 250 стекла и 300 макулатуры. Далее бытовая техника поступает на одно из ведущих предприятий по сбору и переработке техники, утратившей эксплуатационные качества на Брест ВТИ. Что касается вторсырья, стекло, макулатуру и пластик доставляют в цеха мусороперерабатывающего завода для подготовки и передачи на перерабатывающие предприятия. Пунктом осуществляется прием от физических лиц, то есть мы работаем только с населением, прием крупногабаритных отходов, мебель старая, кто-то разбирает сарай, деревянные отходы, древесные отходы привозят. Осуществляется сбор строительных отходов. Это платная услуга, оказываемая заводом для населения, стоимость 30 рублей за тонну привезенных строительных отходов. Так как же правильно избавиться от такого мусора, не получив при этом штраф? В Бресте работает несколько приемных пунктов. Два из них предназначены для вторсырья и переработки крупногабаритных отходов. Они находятся на балансе Брестского мусороперерабатывающего завода. В настоящее время проходит месячник по заготовке вторичных материальных ресурсов. Каждый житель может воспользоваться услугой наших приемных пунктов, собрать те отходы, которые подлежат переработке, это в основном стекло, пластик и бумага, и за вознаграждение привезти на наши приемные пункты, которые находятся по адресу генерала Тимофеева, 29А и переулок городской, дом номер 5. Кстати, есть еще один способ ликвидировать то, что не помещается в обычное мусорное ведро или пакет. В Бресте есть специальные площадки для сбора крупногабарита. Можно сгрузить старые вещи в контейнеры большой емкости там, где они установлены. По городу расставлены контейнеры цветные для сбора вторичных материальных ресурсов. В случае, если образуется большое количество крупногабаритных отходов, это в основном бытовая техника, старые мебель, либо это окна, двери. По городу расставлены контейнеры, они в основном серого и коричневого цвета, 12-кубовые большие контейнеры. В эти контейнеры можно выбросить все свои отходы, именно крупногабаритные отходы, которые мы дальше разберем и отправим на переработку. На сайте Брестского мусороперерабатывающего завода указаны все адреса расположения контейнеров и графики объезда контейнерных площадок для сбора крупногабаритных отходов. Кстати, на вопрос, что делать с осенним листопадом, ответ тоже есть. Листву принимают на специальной площадке в районе Плоска. Завести ветки и пни можно на специальную площадку, находящуюся на улице воинов-интернационалистов.